Виктор Зимин сегодня отчитался перед депутатами о работе за год. Глава Хакасии не только назвал конкретные факты, но и сделал ряд громких и даже сенсационных заявлений. Обо всем по порядку. Марина Конодакова. Год назад отчет главы перед парламентом ознаменовался распуском правительства. На этот раз претензий к подчиненному Виктора Зимина нет. Он начал свою речь с одного из главных успехов минувшего года – реструктуризации госдолга, благодаря чему ежегодный платеж республики уменьшился более чем вдвое. Правда, бюджет все равно испытывает нехватку, но руководитель региона рассчитывает летом закрыть социальные долги за счет оставшихся двух с лишним миллиардов рублей налогов от владельца Майрыхского разреза Эдуарда Худайнатова. Хочу сегодня извиниться за всех. За задержки по заработным платам, по социальным выплатам, льготным лекарствам. Мы очень надеемся в июне получить еще дополнительный транс по договоренности с нашими коллегами и партнерами и погасить кредиторскую задолженность процентов на 80. Рост налогов – вот то главное, что вытащит республику с долговой ямы. Завидным оптимизмом Виктор Зимин оценивает развитие промышленности. Это алюминиевая долина и санкции против «Русала» ей не помеха, рудник в Абазе, а также новые разрезы в Бейском угольном бассейне. Упреждая претензии Верховного Совета о том, что не все платят положено в бюджет, глава заверил – добыча недр пойдет на пользу народу. «Коллеги, мы не территория для разграбления. И только когда мы начинаем об этом говорить, я чуть позже скажу, начинается сразу – подставку. Немедленно уходите в отставку. Еще раз говорю, да не будет задней скорости». Однако озвучить, кто именно вставляет палки в колеса, Виктор Зимин пока не захотел. Но, судя по всему, это крупный игрок, имеющий влияние на федеральном уровне и запускающий слухи об отставке главы. «Разные были разборки, претензии. Я же не рассказываю, какие методы давления на меня осуществляются. У этих людей есть, естественно, серьезные люди в федеральных ведомствах, в правительстве, в политике, в каналы возглавляют. Везде там есть друзья. Но не повлияет это на решение наших задач. Я вам даю слово». Мучить Виктора Зимина острыми вопросами депутаты не стали. Законодатели понимают, в каком непростом положении сейчас правительство. Возникающие проблемы им предстоит решать вместе. Марина Конодакова, Сергей Казмин, Вести Хакасия. Марина Конодакова, Сергей Казмин, Вести Хакасия. Продолжение следует...